CNBC. Пока США заняты Китаем, главный сюрприз Западу сделает Путин. Статья в Евразии Адели за 3 августа 2020 года. В то время как Запад уделяет основное внимание напряженности в отношениях между США и Китаем, сюрприз этого лета ему, скорее всего, преподнесет Владимир Путин. Об этом пишет для CNBC Фредерик Кемпи, президент и главный исполнительный директор Атлантического совета, дается сноска, отношение которого к России можно считать образцом русофобии и пропагандистских клише. Атлантический совет. Это американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО. Управляет 10 региональными филиалами и функциональными программами, связанными с международной безопасностью и глобальной экономикой. Штаб-квартира располагается в Вашингтоне. Совет является членом Ассоциации Атлантического договора. Председатель, бывший посол США в России Джон Хансман. В июле 2019 года Атлантический совет был признан российской генпрокуратурой нежелательной организацией. Такой прогноз обуславливается тем, что для правления Путина всегда были характерны противоречия между международными амбициями России и ее внутренней нестабильностью, поясняет Кемпи. Теперь же на 2021 году его пребывание у власти подобная ситуация как открывает для него большие возможности, так и грозит большими опасностями. Жестокая эффективность его бандитского государства, Кемпи естественно считает Запад храмом добра и образцом морали, примечание Евразия Дели, растет по мере модернизации вооруженных сил, которые совсем недавно, по всей видимости, испытали противоспутниковое космическое оружие, а также громогласно рекламирует достижения в области гиперзвуковых технологий. Вместе с тем, ввиду снижения цен на нефть, его стареющая в демографическом плане экономически костная и сильно пострадавшая от пандемии коронавируса страна продолжает слабеть, излагает Кемпи. Согласно прогнозам Всемирного банка, ВВП России в 2020 году снизится на 6%, при том, что 12,3% ее населения находится за чертой бедности. Вместе с тем, большие возможности для Путина открываются в США, так как Америку сейчас больше забудет коронавирус, собственный экономический спад, беспорядки на расовой почве, бурные ноябрьские выборы и разногласия в отношениях с Европой. Учитывая, что существует вероятность того, что его друг президент Дональд Трамп может проиграть ноябрьские выборы, Путин может посчитать, что сейчас ему самое время воспользоваться открывшимися перед ним возможностями, пишет Кемпи. Однако, что трудно предсказать, так это то, будет ли августовский сюрприз, больше зависит от силы России, ее слабости или же, что более вероятно, от того и другого. В прошлом Путин прибегал к различным зарубежным авантюрам именно в подобной обстановке, когда дела у Москвы шли скверно. Главной целью подобных эскапад было укрепление контроля над страной. Так, стоит ли ждать сюрпризов вроде Российско-Грузинской войны 2008 года, захвата и аннексии Крымского полуострова 2014 года, российского военного вмешательства в Сирийскую гражданскую войну 2015 года, или же наращивания дезинформационной активности и активности по вмешательству в европейские выборы, и особенно в выборы в США? Задается вопросом президент Атлантического совета. Здесь на ум Кэмпе сразу приходит возможная реакция России на грядущие выборы в Белоруссии. В частности, Януш Бугайский из Центра анализа европейской политики полагает, что Путин может воспользоваться нарастающими волнениями в Белоруссии и спорными президентскими выборами в качестве предлога, чтобы выступить в роли национального освободителя. В результате Белоруссии придется иметь дело с попыткой поглощения со стороны Москвы. Кроме того, вскоре после ареста 32 российских граждан в санатории под Минском белорусский лидер Александр Лукашенко обвинил ЧВК Вагнера в попытке дестабилизации его страны накануне выборов. Ясно одно считает Кэмпе. Отношения Путина с Лукашенко испортились. При этом белорусский лидер сопротивляется попыткам России объединить две страны в союз, в котором главную роль будет играть Москва. Некоторые аналитики полагают, что российский лидер утратил интерес к авантюрам подобного рода. Однако на это вряд ли можно рассчитывать, во всяком случае, до тех пор, пока он не натолкнется на значительно более жесткое сопротивление со стороны США, Европы или других стран. Если о событиях в будущем и можно судить по прошлому, то не стоит примыкать к выдающим желаемое за действительное западным аналитикам, которые полагают, что экономические потери России и внутренняя оппозиция оказывают настолько значительное влияние, что Путин находится в более опасном положении, нежели его противник, предупреждает Фредерик Кэмпе. В любом случае, Путина вдохновили его успехи на международной арене, при том, что реакция на его действия была весьма сдержанной. Подобно школьному задире, которому пока еще никто всерьез не давал сдачи, российский лидер продолжит дело своей жизни, устранение последствий развала СССР любыми доступными ему способами. Между тем, сообщает Кэмпе эксперт по России Анджела Стенд в свое время отмечала, что несмотря на ограниченную экономику, Россия способна стать еще более влиятельным игроком на международной арене. Отчасти это связано с тем, что союзники США начинают сомневаться в надежности Вашингтона. При этом, вопреки распространенному в Вашингтоне мнению, что Путин это жестокий диктатор, многие его партнеры, включая ряд высокопоставленных чиновников с Ближнего Востока, видят в нем надежного и прагматичного лидера, с которым вполне можно найти общий язык. Более того, в Сирии они предпочли бы иметь дело не с Ираном, а с Россией. Что же касается возможной летней сенсации, то Стенд пишет следующее. Так было всегда на протяжении всей истории России. Везде вроде как царит стабильность, пока внезапно она не исчезает. Путин любит удивлять, что видно на примере его наспех организованного референдума. Но он сам мог столкнуться с неожиданными проблемами, угрожающими его плану остаться у власти на неопределенный срок. Что ж, до нынешнего августа, то можно побиться об заклад. И если сюрпризы будут, то решение на этот счет будет принимать именно Путин. Подытоживает Фредерик Кемпи. Такой фантаст. Извините. CNBC. Пока США заняты Китаем, главный сюрприз Западу сделает Путин. Это обзор статьи в западном СМИ. Продолжение следует...